Сегодня по существу мы поговорим с председателем Чувашской Республиканской Организации Российского Союза Ветеранов Афганистана, кавалером Ордена Красной Звезды Кашаевым Игорем Михайловичем. Игорь Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Прошло 25 лет со дня вывода войск советских из Афганистана. Сколько жителей Чувашии там служили? Вообще, которые призывались из Чувашии, более 5000. Погибло в этой войне 115 человек и 4 человека без вести пропавших. На сегодняшний день осталось 3800 человек. Но я вам могу сказать, что эта цифра, она плавающая, потому что многие люди туда-то переезжали в другие регионы и так далее. Но у нас есть очень печальная статистика. Те, кто вернулись из Афганистана, более 800 человек уже мы похоронили, можно сказать, после Афгана уже. Скажите немножко тогда о самой войне. В какие годы вы там служили? Ну, я сам служил в 84-м, 86-х годах. В 84-м году был я призван служить в армии у Ферганова учебное предразделение. У нас в Фергане дислассировался учебный парашютно-десантный полк, который готовил непосредственно в Афганистан солдата. И полгода учебное подразделение, и потом уже служить в Афганистан. Мы попадали оттуда и 345-й парашютно-десантный полк отдельный, 103-й воздушно-десантной дивизии, естественно, по десантным частям по Афганистану. И 56-я бригада, вот это основные воинские части, которые принимали после учебного подразделения в Афганистане. И в 85-м году, в мае месте, я уже был направлен в Афганистан служить, продолжать службу. Мы же ведь были молодые, совсем 18-19 лет. В этом возрасте как раз каждый человек показывает себя, на что он способен, я думаю. Каждый мужчина должен показать, на что он годится вообще в этой жизни. И там как раз определяется и характер, и, можно сказать, будущее этого человека. Потому что испытания были очень серьезные, не столько там по войне связанные. Испытания были очень много психологических таких моментов, когда ты должен перешагнуть какие-то вещи и сделать. Особенно в горах, когда с полной выкладкой идешь в горы, там без жара, там воздуха не хватает. Высота там 4 тысячи бывало, около 5 тысяч даже мы поднимались, это практически горная подготовка была. И там как раз проявлялся характер. То есть, если ты идешь, там даже не физическая сила нужна, именно твой характер. Как часто встречаетесь с ветеранами Афганистана? Ну, мы часто встречаемся. Вот у нас, мы создали в свое время организацию Союза ветеранов Афганистана. Как-то вот одна идея, вот это вот, что мы служили вместе, там как-то проходили все это дело. Точили свой характер, можно сказать. И мы как-то вот объединяемся, что-то делаем. То есть, мы уже, организация у нас уже работает с 90-го года, за 24 года уже получается, да, организация. Конечно, уже сложился свой определенный коллектив и люди, которые постоянно что-то, какие-то работы делают. В районах тоже у нас в каждом муниципальном образовании практически уже есть отделение. Помогает просто семьям погибшим, инвалидам, просто афганцам помогает в чем-то, потому что некоторые вот уже после службы становились инвалидами, понимаете. То есть, поэтому работы очень много, памятники делали, вот и в районах везде практически уже открыли памятники. Вот сейчас вот в будущем в Козловке будем открывать. Вот только за последние 10 лет мы открыли памятники. В 2004 году мы открыли республиканские памятники в Щебоксарах. Мы его 3 или 4 года над ним трудились, чтобы проект, там все это как бы состоялось. Мы его очень торжественно, при большом сечении народа, там приезжали к нам в гости депутаты, генералы, как говорится. И, естественно, местная власть тоже открывали. Это где вечный огонь. Где вечный огонь, да, вот там памятник погибшему в Афганистане. Вот, и потом по этому примеру как-то вот, ну, небольшие, но все равно какие-то памятники в Красноармейском открыли недавно. Открыли в Канаше уже был, по-моему, памятник, там его обновили потом. В Аликово, в Красночитаях, в Ядрине. Ну, сейчас я... То есть там, где еще ветераны остались, живут? Ну, везде, в принципе, в каждом районе живут и трудятся ребята. То есть они ветераны, то и традиции. Да, конечно. От них даже идеи больше исходят. Вот в Козловке сейчас будем открывать в этом году. Это общий памятник тем погибшим, которые с района. Скажите, как получилось так, что вы во главе стоите в Союзе ветеранов? Ну, я так далеко не уходил никогда от Союза ветеранов Афганистана. В 90-м году были постарше ребята, которые эту работу вели. Когда я пришел, я еще после армии учился в Рязанском воздушно-станом училище. Когда пришел, уже уволился с армии. Здесь уже ребята наши занимались уже общественной вот этой работой. Я всегда был рядом. Но вот в 99-м году мне попросили, можно сказать, возглавить организацию. То есть было большое собрание, конференция была. Да, там очень много было ребят, приехали из районов везде. Выбрали председателем. И вот с тех пор я являюсь председателем по сегодняшний день. А что для вас значит эта должность? Вы знаете, сначала, когда меня выбирали, я хотел, конечно, чтобы организацию создать такой, чтобы она самостоятельно все работала. и там все сделать так, для того, чтобы эта организация практически самостоятельно все делала. Ну, так никогда не бывает. Надо всегда, вот как в песне, то и вот сел на этот самолет, и никак. И не свернуть, и сзади ухода нет. Надо вперед постоянно. Ну, я думаю, что вообще работа, конечно, налажена сейчас у нас. Потому что у нас в каждом районе, каждый председатель, это, как говорится, самостоятельно, абсолютно молодцы. В каждом районе есть свой председатель. Практически в каждом, да. У нас нету в отдаленных районах, вот в Алатрии, в Порецком. Как-то там не смогли мы до сих пор как-то сорганизоваться. Ну, и, наверное, причина, может, другая, что там очень многие разъехали с наших служаков, они где-то на северах живут где-то. То есть они как уехали, и вот и с концами не вернулись. Я думаю, объединяет вас всех вместе дата 15 февраля. Расскажите, что она значит для Союза ветеранов? Ну, 15 февраля для нас он всегда был праздничный день. Потому что этот день вывода ОССР из Афганистана он раньше назывался. Но в этом году Министерство обороны к юбилейной дате, 25-летию, во-первых, учредило медаль. И назвали эту дату по-другому немножко. То есть более, я хотел бы сказать, тактичнее или более как-то торжественнее, наверное. То есть 25 лет окончания выполнения боевой задачи вооруженными силами СССР в Афганистане. То есть такое более официальное название. Более сильное. Да, сильное. Выводы ОССР из Афганистана, это просто что-то вывели. Да, и все. А тут уже выполнение боевой задачи. Поэтому, конечно, радует, что Министерство обороны... Помнит. И не то, что помнит. Они вот это вот как-то поддерживают наших ветеранов, которые некоторые в чем-то разочаровались. Некоторые еще как-то вот медаль сейчас будет вручаться всем. Когда же будет вручать? Вручать. Вот сказали, что вообще на 15 февраля небольшое количество медалей уже пришло. Но оно вручаться будет, естественно, в течение года, я думаю, даже. Потому что вручение медалей – это очень большое время. То есть это же не просто так же будет вручать. Организация, конечно. Да, организовать надо торжественно. Ну что ж, пока еще медали не вручили, поздравьте, пожалуйста, ветеранов в Афганистане. Думаю, будет им очень приятно услышать из ваших уст поздравлений. Спасибо. Я бы хотел всех поздравить с праздником. Это наш всегда был для нас праздник – день окончания войны в Афганистане. По сегодняшнему названию – это день окончания выполнения боевой задачи вооруженным силами СССР в Афганистане. Хочу всем пожелать здоровья. Хочу всем сказать, что праздник 25-либилейной даты – это для нас остается святой датой. Всегда мы его справляем, всегда мы объединяемся в этот день. Хочу всем пожелать еще раз здоровья, бодрого настроения. И не забывать, что мы выполняли свой воинский долг 25 лет назад. Спасибо вам за беседу. Приходите к нам еще. До свидания. Спасибо. С вами тоже прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова